добро пожаловать на мой канал с вами ваша царевна лебедь приветствую вас на моем канале добро пожаловать всем привет с возвращением ваша царевна лебедь прощением на мой канал приветствую вас добро пожаловать с вами ваша царевна лебедь смотрим нужны ли вы ему или уже нет и хочу еще сказать, что тарологи работают с одинаковыми картами. Все карты одинаковы, похожи. Классическая тару, Ленорман, Монара и огромное количество. Но каждый таролог интерпретирует карты по-своему. Ту или иную карту читает по-своему. Озвучивает ее так, как он это видит. Поэтому, если вы зашли на мое видео, значит, вам нужно услышать именно от меня. Вам нужно услышать эту информацию именно из моих уст, именно в той подаче, в какой манере я работаю. Так вот, смотрим на Ленорман. Нужны ли вы ему, или уже нет. И для начала, сигнификацию вашу посмотрим. Ищу вас. Так, ну запрятались, запрятались. Вы уже не хотите появляться в его жизни. Не хотите, чтобы о вас вообще информация стала известна. Так, мужчина вышел. Так, и вы вышли. Так, ну хорошо. О вас что я могу сказать? Ну вы тут смотрите, как по возрасту могу сказать, что младше этого мужчины. Либо, даже если не по возрасту, то по характеру вы более легкая, более, как знаете, легко к жизни относитесь. Более легко как-то у вас получается решать какие-то свои проблемы, свои задачи жизненные. Да, вот позитивно смотрите на жизнь, с позитивом, с какой-то вот надеждой смотрите на свои какие-то трудности. С какой-то верой в душе, что все образуется, все будет хорошо. У вас, собственно, и на данный момент говорят, что у вас все хорошо. Здесь у вас расцвет сейчас идет. Стабильность какая-то в жизни. Расцвет внешний. Расцвет здоровья. Как будто бы вы выздоровели, если вы болели. Энергия у вас больше сейчас появилась. По финансам больше какой-то рост пошел. Ну и как будто бы говорят, что у вас, вы сейчас на раздорожье. Думаете, какой путь выбрать. Либо это у вас было недавно, да, и вы выбрали уже какой-то свой путь. Идете по этой дороге. И говорят, что вы правильно сделали, вы верный выбор сделали. Я уж не знаю, о чем здесь идет речь. Здесь, может быть, говорить и об отношениях. Возможно, вы решили уйти от этого мужчины, разорвать с ним отношения. И говорят, что это был верный путь. Либо это говорят о переезде, возможно. Либо о смене работы. Но больше, конечно, я могу сказать об отношениях, о мужчине, что вы сделали для себя какой-то выбор и пошли уже по этой дороге. И, собственно, эта дорога ведет вас к удаче. Вы сделали правильно, вы поступили правильно. Благодаря своему какому-то уму, мудрости какой-то. Дальше. Что об этом мужчине могу сказать? Мужчина скрытный. Смотрите, даже если он и ваш одногодка, либо даже младше вас, то как будто бы он, знаете, по виду, внешне он выглядит так, что уже как старик. Жизнь его тут уже потрепала. Скажем так, умудренный опытом этот мужчинка. Какой-то хитрый он, взгляд у него хитрый. Такой пронизливый. Скрытный, много скрывает, много недоговаривает. У человека сейчас какие-то трудности в жизни. Впереди трудности. Либо он говорит, что я не вижу, вернее, я вижу, как в моей жизни одни какие-то преграды, препоны. Так, итак, смотрим, нужны ли вы ему или уже нет. Так. Так. Конечно, нужны. Конечно, вообще, хотела бы с вами наладить отношения, восстановить отношения, помириться, встретиться в каком-то красивом месте, в саду, в парке, где-то в каком-то общественном месте, в ресторане, там, где люди. Я хочу, говорит, я хочу счастья. Счастья с ней. А у него как будто бы, да, сейчас какие-то трудности, действительно. Его тут окружают люди. Возможно, это его какие-то семейные, члены семьи, вернее. Люди, члены семьи, родственники создают ему препятствия, хитрят, хлопоты ему создают. Но это именно речь идет о родственниках, о тех людях, которые живут в одном доме, в одной семье, члены семьи. Кто тебе создает эти хлопоты, о ком ты говоришь? О женщине. Женщина создает ему хлопоты. Какие она тебе хлопоты создает? Говорит, она хочет, чтобы мы вместе с ней были. Она хочет, чтобы у нас дети были. Даже если дети есть, то как-то она привязывает меня к тому, что у нас дети, да, нужно обеспечивать детей, нужно детей растить, на ноги ставить. Но он понимает, что это уже конец. Говорит, я не хочу там быть. Здесь уже любовь завяла. Завяли помидоры. Понимаете? Любовь завяла и завяли помидоры. Или как там говорят. Там, где он сейчас находится, его это уже не радует. Когда-то, да, было счастье. Но, говорит, для меня здесь уже все понятно, для меня здесь уже все кончено. Для меня эта женщина уже как прочитанная книга. Она мне уже не интересна. Я о ней уже все знаю. Я ее знаю уже как облупленную. Не хочу я уже быть с ней. Я ничего с ней не хочу. А почему ты так говоришь? Ну да, говорит, что здесь уже все конец. Да, я знаю, что она меня любит. Человек стоит сейчас на распути, на раздорожье. Говорит, я знаю, что она меня любит. Но для меня это уже конец. Я не вижу дальше пути. Я не вижу нашего общего пути. Я не вижу нашей общей дороги. Так вот, скажи, нужна, нужна ли женщина, которая смотрит? Вопрос уже забыла, как звучит. Нужны ли вы ему, да? Нужны ли вы ему или уже нет? Скажи нам. Да, говорит, он вас видит очень мудрой, умудренной, умная женщина. Хочет с вами поговорить. Хочет с вами встретиться. Говорит, нужна она мне нужна. Я хочу с ней вот новое что-то начать. Но у человека сейчас трудности в жизни. Очень много неясного. Бурят здесь какие-то волнения, проблемы с ребенком, возможно, связаны. Эти волнения, эти бури, да? Эти вот такие тревожные состояния, ситуации, связанные с ребенком. Какие-то проблемы, да? Либо по здоровью, либо так, в общем и целом, хлопоты какие-то с ребенком. Да. Опять же, вот человек стоит на раздорожье, на перепутье. И думает о том, какой выбор сделать. Хочет уже освободиться от этой ситуации, которая его гнетет, гнобит. Хочет от нее освободиться, но пока он как не может. Потому что вот как эта женщина, с которой он находится, она его привязывает, вот что-то связано с детьми, как-то привязывает его. Что детей нужно растить, на ноги детей поставить. Либо здесь речь идет о здоровье ребенка, либо о деньгах, да? Что нужно, опять же, вот зарабатывать деньги на детей нужны. А так, конечно, говорит, что да, вы ему нужны, но он пока сейчас не может к вам вырваться. Вот такой был сегодня расклад. Оставляйте свои комментарии, ставьте пальчики вверх.